Девушки отдыхают Тут нет никакой проезжей дороги и даже сносной тропы. Едва приметный, скрытый тайгою след пригоден для людей сильных, выносливых, склонных к риску. Для проникновения сюда надо преодолеть несколько барьеров, и каждое следующее препятствие становится все выше и круче. Эта история 20 лет. И все 20 лет она очень волновала людей. Удивительный случай. Одна семья прожила в тайге 32 года в полной изоляции от людей. В этот фильм вошли редкие, уникальные кадры, особенно дорогие, потому что Лыковы, о которых пойдет речь, после встречи с людьми категорически возражали против любой съемки. У вороха выкопанной картошки, подняв голову кверху, стояли пятеро босоногих людей. Они не махали руками, не шевелились, наблюдая за полетом нашей машины. Делая еще один круг, мы заметили. Один из пятерых упал на колени, молился. Облетая тайгу, летчики увидели какой-то странный рисунок. Рисунок напоминал на склоне горы какой-то такой вязанный чулок. Они догадались, что это картофельные борозды. Значит, в тайге кто-то живет. Кто? Карта об этом ничего не говорила. Вертолетчики сказали елогам, чтобы те обязательно посмотрели место, отмеченное на карте. Елоги шли сюда, не зная, кого тут могут встретить. Вспоминает участник геологической партии. Обозначенное летчиками место лежало примерно в пяти километрах вверх по склону горы. Поднимаясь, мы вышли к узкой тропе. Вид ее даже глазу неопытному мог сказать, тропой пользуются уже несколько лет. И чьи-то ноги ступали по ней совсем недавно. На всякий случай я проверил пистолет, висевший у меня на боку. Потом мы увидели два лабаза с берестяными коробами, наполненными ломтиками сушеной картошки. Почерневшая от времени и дождей хижина со всех сторон была обставлена каким-то таежным хламом. Корьем, жердями, тесинами. Если бы не окошко размером с карман моего рюкзака, трудно было бы поверить, что тут обитают люди. Скрипнула низкая дверь, и на свет Божий, как в сказке, появилась фигура древнего старика. Босой, на теле, латаная, перелатанная рубаха из мешковины. Потом мы услышали тихий нерешительный голос. Ну, проходите, коль пришли. Мы оказались в потемках. И тут увидели силуэты двух женщин. Одна билась в истерике и молилась. Это нам за грехи, за грехи. Другая медленно оседала на пол. Старика звали Карп Осипович, дочерей Наталья и Агафья. Фамилия Лыковы. Что заставило этих людей почти полвека прожить отшельниками, без связи с миром? Мы православные христиане, молимся тут, говорили они. Нам с миром жить не можно. Только в пятый приход мы застали старика уже в сопровождении двух мужчин. В руках пассажки, одежда все та же, латаная мешковина. Босые, бородатые, смотрят настороженно, хотя, несомненно, уже знали от старика о наших визитах к нему. Шедший первым, не сдержался и, обернувшись другому, закричал, Дмитрий, девка, девка стоит! Старик спутников урезонил и представил, как своих сыновей. Савин и Дмитрий. У меня было жгучее желание увидеть хотя бы одного Савина. И тут он оказался передо мной. Невысокого роста, некоторые говорят, похож на кубчика. У него кудрявая рыжая бородка. И ходил он присядисто. А по-другому выглядел совершенно его брат Дмитрий. Утонченные черты лица. Особенно в профиле он нам напоминал Иисуса Христа. А если вспомнить внешнюю Карпа Иосифовича, вот с него надо было писать во весь рост портрет апостола. Он был действительно высокий, не такой уж плечистый, но держался он, как именно наделенный большой властью. Драмы Лыковых уходят корнями в трагедии русского народа трехвековой давности под названием «Раскол». В середине 17 века царь Алексей Михайлович и патриарх Никон обдумали и провели реформу русской православной церкви. Многие не приняли тогда новый вариант описания и богослужения и потекли, как тогда говорили, подальше от властей. Наиболее непримиримым был толк бегунов, представители которого отказались от общения с миром и спасение видели только в том, чтобы бегать и таиться. Жизнь загоняла староверов в самые глухие уголки страны. Лыковы ушли дальше всех. В 20-е годы прошлого века к глухому селищу староверов на Абакане добрались представители советской власти. И Карп Лыков с женой Акулиной решили спасаться, заправ детей. Лодку свою в верховье Абакана они вели бичевой и на шестах, рекой, по которой подняться и сейчас отваживаются лишь очень немногие. Но Карп Лыков был особой закваской киржак. Прошел неделю восемь на это ушло. Стоявшие перед нами люди были все в угольных пятнах, как будто только что чистили трубу. Оказалось, перед нашим приходом Лыковы четыре дня непрерывно тушили таежный пожар, подступивший к самому их жилищу. Карп Осипович сказал, что молния ударила в старые кедру, и она заняла всякий свечка. Возле дома я внимательно пригляделся к лежащим вещам. Копье с лиственничным древком и самодельным кованым наконечником, стертый почти до обуха топоришка, мотыги, детали ткацкого станка, веретенц с каменным пряслицем, лыжи, подбитые камусом. Я уже ничем питались лыковым. Кормил их огород и кормила их тайга. В тайге они собирали кедровые орехи. Это очень хороший, очень питательный продукт. Они его высоко ценили. Правда, шишки рождаются не каждый год. Вот я написал о том, как они там вместе работали. Агафья меня поправила. Василий Михайлович, мама-то на кедру не лазила, а тятенька картошку-то не копал. Картошка рождалась ежегодно. Кроме картошки они сели репу, собирали лук, сели немножко на плечи и немножко ржи. Дефицит железа в этой семье был огромный. Смотрите-ка, как источены за 32 года эти ножи. Вот этот инструмент не все узнают. Это прялка, но это не прялка наших бабушек, это прялка времен Петра Первого. Вся посуда у них практически была из бересты. Чем-то надо есть ложка, она, конечно, делала студжник. Полуфабрикат, который остался от Дмитрия. Чем освещали они жилища? Освещались лучины, кололи чурбачки березовые на тонкие щепочки. Ну и, как в старое доброе время, на Руси вот этим освещались. От этой получины на стенах остались. Остался вот такой в полсантиметра слой сажи. Тайга могла бы дать им и животную пищу, но у них не было оружия, и очень сложно было что-нибудь добыть. Они делали ловчие ямы. Это очень непростая, очень тяжелая работа. Надо было загородить тайгу поваленными кустами или деревьями, чтобы направить животное в нужное место. Ну, обычно один-два оленя вот. Я помню, у Карпа Ощи я спросил, говорю, Карпович, ну что вот тяжелее всего вам было? Он не задумываясь сказал, у Симгаловича тяжелее всего было хлебать без соли. И когда геологи им дали соль, больше ничего у них не взяли, старик сказал, что после этого мы уже без соли есть не могли. В 1961 году случился у Лыковых голод. Июньский мороз погубил урожай. В ту зиму Лыковы ели солому, кожаную обувь, кору. От голода умерла Акулина Карповна, жена Карпосиповича. Это была первая смерть в таежном тупике. Случись следом за первым еще один недород, изба Лыковых опустила бы совсем. Но следующий год был урожайным. Родилась картошка, созревали на кедрах орехи, а на делянке гороха проросло случайное зернышко ржи. Единственный колосок оберегали денно и ночно, сделав возле него специальную загородку от мышей и гурундуков. Созревший колос дал 18 зерен. И лишь на четвертый год сварили Лыковы ржаную кашу. Появление людей в лыковских местах было великим событием. Вначале Лыковы приняли это как печальную неизбежность. Но очень скоро кто-то из молодых робко предположил, что они богом посланы. С каждой встречей отношения все теплели. Но о возвращении в мир Лыковы даже думать не хотели. Нам с миром не можно. Мир Лыковых был очень маленьким. Хижина и пространство вокруг измеряемые дневным переходом. Лишь Дмитрий, однажды догоняя Морала, гнал его двое суток. «Ушел вельми далеко, Морал утомился, а Мите ничего», – сказала мне Агафья. В тот раз ради Мораль его мяса вся семья совершила путешествие с двумя ночевками у костра. Этот поход вошел в хронику важнейших семейных событий, таких как война с медведем, когда крупный зверь буквально осаждал хижину. Падение Карпа Осиповича, с кедры, год 61-го года, смерть матери, год, когда обулись в кожаные сапоги и день паники, когда вдруг потеряли счет времени. События, которые волновали мир в последние десятилетия, остались тут неизвестными. Но первые спутники Лыкова сразу заметили. «Звезды стали скоро по небу ходить». Честь этого открытия записана в хронике Лыковых за Агафьей. По мере того, как скорых звезд становилось все больше и больше, Карп Осипович высказал гипотезу. Это люди измыслили, что-нибудь и пускают огни на звезды, вельми похожие. Гипотеза эта сразу была осмеяна. Савин сказал, где это видно, чтобы люди звезды творили? Я спросил однажды у Карпа Осиповича, знает ли он, что на Луне были люди. Старик сказал, что этому он не верит. Месяц светило божественный, кто же, кроме богов и ангелов, может туда долететь? В поселке у еологов Лыковы стали бывать охотно. По словам Агафьи, это прямо как святой праздник, уж так со всеми глаголишь, 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 глаголишь. А Дмитрий остолбенел, увидев лесопилку и потом кучу железного лома возле сарая. Долго стоял потрясенный таким богатством, но взять ничего не осмелился, хотя и признался потом, греховное искушение было. Увидев электрическую лампочку, Лыковы изумились. Что измыслили? Аки солнце, глазам больно, а перстом прикоснулся, жжет пузырек. Буквально через год после встречи с миром скончался Дмитрий Лыков, младший сын. Ему было чуть больше 40 лет. Этот могучий человек, который мог без остановки гнать морала по тайге двое суток, умер от воспаления легких. Вскоре последовала смерть старшего сына, Савина. А затем у сестры на руках от горя умерла Наталья, старшая сестра. Василий Михайлович Песков встретился с Лыковыми, когда их осталось уже двое. Он написал серию очерков «Таежный тупик», которые стали сенсационными. Именно он сделал историю жизни Лыковых известной во всем мире. Вот как он вспоминает о первой встрече. Согнувшись под косяком двери, мы попали почти в полную темноту. Вечерний свет синел лишь в оконце, величиной в две ладони. Когда разгорелась тучина, можно было кое-как разглядеть внутренность хижины. Многолетний копоть на стенах света не отражала. Низкий потолок тоже был угольно-темным. Слева от входа главное место было занято печью из дикого камня. На нижней ступени печи, на постели из сухой болотной травы, сидел глава дома. Карп Осипович уже не был таким домотканно-земшелом, каким был открыто описан елогами. Подаренный кем-то войлочной шляпой делало его похожим на пасечника. Речь внятная, взгляд внимательно цепкой. Посредине жилища стоял маленький стол, сработанный топором. Это и все, что тут было. Площадь конурки. Семь шагов на пять. Можно было только гадать, как едились тут многие годы шестеро взрослых людей. Первое впечатление от Агафьи – блаженный, умственно отсталый человек, странная речь, босая, всажилицой руки. Но привыкнув к речи и как следует приглядевшись, понимаешь – нет, с головой все в порядке. Отсталость у этой женщины социальная. Мир, в котором росла Агафья, ограничен был хижиной, огородом и кружочком таги. Религиозный фанатизм у Агафьи не так заметен, как у отца. Через два дня я уже хорошо понял – Агафья не только умна, но человек она с чувством юмора способна над собой пошутить. Агафья умеет шить, стряпать, владеет топором, умеет читать и писать. Мать научила этому всех детей. Со смертью братьев и сестры большая часть дел легла на плечи Агафьи. Человек она не избяной. Ее стихия – огород и тайгам. Такова эта единственная зеленая веточка на усыхающем древе лыковых. Оставшись вдвоем, Карпосипович и Агафья стали откровенно скучать по людям. С нетерпением ждали каждого их появления. А люди у них появлялись и помогали. Убирать урожай, строить жилье, привозили провизию и одежду. Кто-нибудь обязательно говорил – да к людям вам надо вернуться. Нет, нам не можно, грешно. И далеко углубились, чтобы вернуться. Тут умирать будем. Но миром отшельники все же интересовались. Однажды Карпосип спросил у меня, Василий Михайлович, а как там в миру? Говорят, большие храмины строят. Я взял карандаш, бумагу, нарисовал высотный московский дом. Старик с удивлением глянул на эту картинку и сказал, Господи, да как же люди живут? А какие пчелы в высотах? А где же огороды? Потом я осторожно спросил, верно ли прожитая жизнь? Старик ответил мне сразу, Бог всех рассудит. Однажды, приехав к Агафии, я решил проделать маленький эксперимент. Я привез с собой хорошую бумагу, такой фломастер черный. И говорю, Агафия, давай с тобой порисуем. Она говорит, а что такое? Ну, я нарисовал на бумаге кедровку птицы. Я говорю, это что такое? Это кедровка. Я говорю, вот это ты попробуй. Она нарисовала кедровку, и ей понравился этот процесс чувства. Я говорю, ну, нарисуй еще что-нибудь. Она смотрела по сторонам и рисовала то, что видела. Почти ежегодно, навещая Лыковых, я привез им однажды несколько кур и петуха. Смотрю, прожились. Еще через некоторое время решил привезти им совсем необычный подарок. Но не знал, как они к нему отнесутся. Это были две козы. Мы привязали их за кустами и появились у хижины в тот момент, когда Агафия добывала кресалом огонь. Присели обменяться новостями. Агафия, уходившая мыть картошку, вернулась, загадочно улыбаясь. Там и манухи. Она узнала коз, о которых слышала, только по рассказам матери. Козы стали своего рода гарантией некоторого благополучия Лыковых. Хлопот со скотиной было немало. Агафия осваивала доение, готовила на зиму сено, оберегала от коз огород. Молоко заметно поправило здоровье Карпа Осьповича. Козочка и Агафия так привязались друг к другу, что разлука даже на день была тягостной для обеих. Телевизор – особая тема в рассказе. Когда он появился у Ёлова, все с особым нетерпением ожидали прихода Лыковых. Все им было интересно. Поезд идет, комбайны в полях, люди на городских улицах, гос, много людей-то, муравьи. Агафия взбудоражила лошадь. Она ее ни разу не видела и представляла только по рассказам. «Греховное дело», – сказали Лыковые о телевизоре. Однако не смотреть его они уже не могли. Но по-прежнему главным развлечением Лыковых было рассказывать сны. Зимой Ростцом мне приснилось чудо. Кедровая шишка с нашу храмину размером. Да Митя из шишки твой орехи топором выколупывал. Орехи красные, как пасхальные яйца, и каждый вот с чугунок. А рядом мама, совин и Наталья. Тятенька стоит, и кто-то еще незнакомый. А позади волк, матерый, серый, за деревом скалится, как в сказке. А еще медведь кругом бродит, маленький, как мышь. И бурундук, агромадный, с медведя ростом, лобаз пытается завалить. После публикации в Комсомольской правде истории Лыковых, в 85-м году объявились их родственники, тоже старовера, но жившие в горной шоре, примерно в 500 километрах. Один из родственников приезжал навестить Агафьи-старика и звал к себе на житье. Карп Осипович твердо сказал нет. В тот раз единство между дочерью и отцом дало трещину. Агафья поехала. Вернее, полетела. Вот как вспоминает об этом один из летчиков. Я остолбенел, когда услышал, что Агафья летит. Она подошла к вертолету, перекрестила дверь и вот уже сидит рядом с кабиной пилота. На лице ни малейшего страха и даже напряжения нет. Доверчиво улыбается, как ребенок. Когда стали снижаться, движу, руку за пазухой держит. Ну, думаю, сердцем плохо. Нет, достала часы, посмотрела. Поезд, а не вертолет больше всего ее поразил. Дивно. Дом на колесах, чисто, стукает и бежит, бежит. За окошком все плывет, мельтешится. Смотрела она на все и вздыхала. А еще Агафья была поражена видом коровы. В поселке Староверов приезд Агафьи вспоминают, как большое событие. Вся родня принимала Агафью и готова была в любое время ее приютить. Несмотря на то, что Агафье понравилось у родственников, переселиться в мир она отказалась. Спасение для истинных христиан жить в пустыне, то есть вдали от мира. Вот и весь сказ. Карпосипович очень обрадовался возвращению дочери. И его тоже попытались уговорить переехать. Но он твердо стоял на своем. Умирать будем тут. Одиссея Агафьи состоялась в 86-м году. А в 88-м не стало Карпа Осиповича Лыкова. Вернувшись в марте из отпуска, я обнаружил дома телеграмму. Скончался Карп Осипович Лыков. А уже через день на вертолете метеослужбы мы летели над Абаканом. Я первый раз видел эти места зимой. Агафья. За 8 лет первый раз она встречала гостей одна. Уже потом рассказала в подробностях о кончине, о похоронах и о том, как жили осенью и зимой. После поездки Агафьи к родственникам, Лыковы задумали переселиться вверх по Абакану, на то место, где родилась Агафья. Переселение Агафья хорошо продумала. Принесла сначала топор, лопату, ножик, кастрюльку, узелок с сухарями, соль, крупу и огниво. Первой ее постройкой был лабаз, маленький сруб на двух стволах, чтобы не достали звери. Потом Агафья взялась за погреб. Все сделала. И начались челночные переходы. 33 раза за ту зиму сходила Агафья от избушки к новому месту. Переносила припасы. Одна с топором взялась Агафья за вырубку леса. Я даже вздрогнул, представив тут человека зимой. Не страшен был Агафья. Оттес страшного. Медведи спять. Одна забота не оплошать, ногу не подвернуть, не попасть под лесину. В марте пошли к новому месту с отцом. По слабости ног шли четверо суток, вспоминал Карп Осипович. Наконец новосерие состоялось. На следующий год пожарные стали помогать Агафье ставить новую избу. Но Карп Осипович переселиться в нее не успел. И когда он умирал, Агафья рассказывает, что спросил, ну, по-нашему, сколько времени, а Карп Осипович услышал от нее, да уже свет к утру. И потом Агафья рассказывала нам, что послышался какой-то треск среди икон. И с Карпом Осиповичем заговорили ангелы. И на этом Агафья поставила точку. Она не стала распространяться там на разговоре между ангелами и Карпом Осиповичем. Агафья помолилась, заперла откос и досталась с чердака лыжи. 25 километров до поселка геологов одолела Агафья за 8 часов. Поздно ночью постучалась в окошко знакомой фельдшерицы и повалилась без чувств. Три дня отлеживалась Агафья у геологов, металась в жару, ее едва спасли. 20 февраля старика хоронили. Приехали родственники, друзья. Не было ни речей, ни плач, ни слез. По обряду долго творили молитвы. Ерофей, друг Лыковых, вспоминал и оглянулся махнуть Агафью рукой. Стоит у речного обрыва, как каменная. Не плачет. Кивнула. Идите, идите. Прошлись километр. Оглянулся. Все стоит. Когда Агафья осталась одна, весной началось настоящее нашествие медведей. Один зверь сначала заинтересовался ямой с картошкой и козьим загоном. Потом стал разрывать могилу Карпа Осиповича. Отпугнув зверя выстрелами, Агафья развесила всюду пужала. Дареную красную кофту, праздничный сарафан, красная детская платьица. Следующий мой приезд, обычный разговор о здоровье, о новостях проходил под кудахтанья кур и заливистый лай дружка. Ты, Агафья, теперь как помещица, пересчитал я живность. Кошка, пять коз, куры, утки, дружок. В конце разговора Агафья сказала, родственники зовут. Но какое мне там житье, какое моление, если ребятишки у них пионеры. Да и тятя благословения не дал. Но одна ведь в тайге, что Бог даст. Ракета «Протон» после старта на Байконуре ровно через 8 минут по заданной траектории проходит прямо над заимкой Лыковых. В эти места Лыковы ушли, чтобы быть как можно дальше от греховного мира. И именно эта тайга, глухая, непроходимая, безлюдная, была выбрана для сброса второй ступени ракет. Эти ракеты выносят на орбиту спутники связи, грузовые корабли и другие достижения цивилизации. Обломки второй ступени падают прямо в тайгу, где сейчас по-прежнему живет Агафья. Она рассказывает, как однажды, когда еще были живы все родственники, они впервые увидели огонь и дым в небе. Как из-за гор появился шар ослепительно белого света, по бокам еще два шара, поменьше, а сзади, как у дракона, была длинная полоса красного пламени. Вспоминала, как стали прятаться от падающего белого железа. Агафья рассказывает, когда все падает, шлепки такие, будто большие поленьи летят в тайгу. Не страшно? Может, уедешь, Агафья? Мало ли что. Спасаюсь молитвой, а страху нет. Тут родилась, умереть не страшусь. Сейчас Агафья Карповна Лыкова все больше общается с миром. В ее лексиконе появилось много новых слов. Она пьет лекарства и пользуется мирскими вещами. Агафья пишет много писем друзьям, которые ее не оставляют. В этих письмах теперь все меньше до петровских выражений и все больше привычных нам букв и слов. Когда наша экспедиция посетила Агафью Карповну, нам трудно было поверить, что не так давно эта женщина носила грубую домотканную мешковину и чуть ли не после каждой фразы разговора убегала молиться. Тем не менее, Агафья по-прежнему не соглашается оставить свой таежный тупик, считая, что только так она может спасти свою душу. Перед сном мы вышли подышать чистым таежным воздухом. Дым из трубы поднимался высоко вверх. Указав на большую медведицу, я спросила Агафью, знает ли она, как называется это созвездие. Агафья сказала, лось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин